Это вопиющееся негодяйство! Бедного маленького щеночка Хаски пылесосят! Спасите, помогите, собаки добрые! Жуть какая! Она что, тоже это ждёт? Я даже боюсь смотреть в сторону той комнаты, где над публиком издеваются! Ничего не знаю! Мы хотели тебя пропылесосить! Я сказал, что у тебя вот эти насекомые! Ну, берите вы специальный шампунь! Сейчас будем тебя купать! Я специально соврал, что у меня блохи, чтобы вы меня не пылесосили! Не надо меня купать! Гордые Хаски попу не моют! Ой-ой, лапы не моют! Ой, вообще ничего не моют! Это твои проблемы, твои! Хаски, Хаски, я сибирский Хаски! Я бандит, и я не строю глазки! Хаски, Хаски, я сибирский Хаски! Я бандит, и я не строю глазки! Чё, как? Всем хосячий привет! Хосята, если вы прямо сейчас не влепите мне лайкосик и не подпишитесь на канал, то вам капец! У меня сейчас в Телеграме собралась целая команда хакеров, которая вычислит вас по АйПи! И потом мы придём и укусим вас за бочок! Хе-хе-хе-хе! Да ладно, шучу, у меня в Телеграме отличные хосята! Да-да, мы наконец-то сделали Телеграм-канал, ссылочка будет в описании! Залетайте, там очень много контента, который не попадает в ролики! А ещё там можно попереписываться со мной, бубленцей и лопоухими гномиками! Ну а сегодня я вам расскажу очень поучительную и страшную историю о том, как обман может привести к ужасной катастрофе! Короче, пару дней назад я услышал, как человеки обсуждали, что нас пора вычёсывать и пылесосить! Как мне надоело, это шерсть валяется везде! Давайте сдадим собак в приют, и шерсти никакой не будет! Нет, приют давать нельзя, надо их отпусти к грумеру! Тут нужно небольшое пояснение! Дело в том, что поход к грумеру для Хаски самое страшное, что вообще может быть! Нам всё это так не нравилось, что мы с Бубликом всех грумеров в городе превратили в лягушек! Мы думали, что после этого человеки от нас отстанут, но ошиблись! Они сами стали нас чесать, хотя прекрасно знали, что шерсть это наша собственность! А потом они купили ужасный пылесос для груминга, и нам вообще настал капец! Хосята, срочно звоните в хосячью полицию! Это вопиющееся негодяйство! Бедного маленького щеночка Хаски пылесосят! Спасите, помогите, собаки добрые! Жуть какая, нас что, тоже это ждёт? Я даже боюсь смотреть в сторону той комнаты, где над публиком издеваются! Ага, они ещё и дверь закрыли! Думают, что мы не будем слышать вопли рыжей запли! Мы его должны спасти, Пенсия! Нельзя так издеваться над собачкой! Да как его спасти? Они там его крепко держат и пылесосят, ему не вырваться! Отпусти меня, человек дед! Я же тебе верил, а ты мне снова к этому страшному пылесосу тащишь! Себе спину пропылесосьте! Там наверняка намного больше шерсти, чем у меня на спине! Я же знаю, зачем вы на себя одежду напяливаете, чтобы шерсть на спине спрятать! Капец, бедный бублик! Может шарахнем их магией, чтобы они его отпустили? Ага, а человечиха потом шарахнет-то с мокрой тряпкой! Кстати, бандит, а почему мы так боимся человечиху и ее тряпку? Ведь мы же крутые волшебные псы! А потому что у нее волшебная мокрая тряпка, которой пофиг на нашу магию! Так что получить попуты я не хочу! Смотрите, сколько эти изверги из меня шерсти вычислили! Вы не имеете права, шерсть это хосячая собственность! Надеюсь, этот ваш дурацкий пылесос сломается! Спасите, собаки добрые! Бедного хаски шерсти лишают! А они реально потом из нее носки вяжут? Да, и на рынке продают! Старикашка, не ври! Это слишком даже для наших противных человеков! Не могут они быть такими гнусными! Это ж сколько носков мы свяжем с тобой! Вообще, нашу семью! Да, и продадим потом еще, да, на рынке! Вот это да! И продавайте вообще, обогатимся! Станем богатыми! Да, смотри, сколько шерсти у нас! А, ну, каждый день? Да, наверное, чтобы было каждый день столько шерсти! Че? Это правда? Капец! Бандиты нереально торгуют носками из нашей шерсти на рынке! Я отказываюсь в этом участвовать! Да, хвостатая сарделька решила сбежать от пылесоса! Жаль, что это бесполезно! Мне кажется, тут нужен другой подход! Спасите, собаки добрые! Бедного маленького ченочка корги пылесосят! Прощай, мир! Я был таким молодым! А теперь из Великого Прынца Кексиандра Четырнадцатого свяжут носки и продадут их на рынке! Капец! Коржата, если вы увидите на рынке черно-рыжие белые носки, знайте, что они связаны из нас! Бедных собачек! О нет, только не это! Это подлое коварство! Великого короля Горга Третьего нельзя пылесосить! С меня можно только пылинки сдувать! Спасите собаки добрые! Срочно пишите жалобы в Ринпис! Это жестокое обращение с животными! Что только не пытались делать с нами эти подлые человеки! И в стиралку засовывали! И лапы нам каждый день моют! А теперь еще и пылесосят! Прошло три часа! Ах ты вонючка старая! Как тебе удалось избежать этого страшного пылесоса? Ха, лопухи! Я ж на опыте! Это вы там стояли и пищали! А я умный, я соскочил! А ну быстро признавайся, Отец! Как тебе это удалось? Нас всех пропылесосили! Мы лишились почти всей своей шерсти! А тебя не тронули! Что ты им сказал? Ну, я сказал, что если они меня пропылесосят и из моей шерсти свяжут носки, то их потом посадят в тюрьму! За что? За плохое обращение с животными? Да нет, за нарушение санитарных правил! Если они эти носки кому-то продадут, то покупатели потом позвонят в полицию! Да почему, блин? Почему? Ну, потому что я сказал, что у меня блохи! Значит, и в шерсти, и в носках тоже будут блохи! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Так вот, почему они выскочили из той комнаты, как ошпаренные, когда тебя собирались пересосить! Интересно, куда они побежали? Ну, не знаю, за средством от блох, наверное! Наши человеки такие впечатлительные, что сразу стали чесаться! Хе-хе-хе-хе! И потом убежали! И поэтому я избежал вычесывания! Ну, папачка, ну ты красавчик! А у тебя точно нет блох? А то я тебя тут кусаю, вдруг они на меня перебегут! Да не парься, нет у меня никого! Ну что, бандит, блохи это, конечно, очень плохо! Но мы от них избавимся! Смотри, что я купила! Андрей, иди бандита купать! Что? Капец! Вот, бандит, теперь хоть твои подписчики узнают, как мы вас купаем! Нам приходится вот так вот одеваться, полностью в купательный костюм, да, чтобы вместе с вами купаться! А если у тебя блохи, то это тем более нужно одеваться! Да нет, у меня блох, я пошутил! Что если ты пошутил? Ничего не знаю! Мы хотели тебя пропылесосить! Я сказал, что у тебя вот эти насекомые! Ну, уберите вы специальный шампунь! Сейчас будем тебя купать! Я специально соврал, что у меня блохи, чтобы вы меня не пылесосили! Не надо меня купать! Гордые хаски попу не моют! Ой-ой, лапы не моют! Ой, вообще ничего не моют! Это твои проблемы, твои! Спасите, помогите! Собаки добрые! Бедного маленького щеночка хаски обманом заточили в кабинку! И хотят утопить! Смотрите, сколько воды! Сейчас она вот сюда наберется, и мне капец! Сначала надо хорошенько намочить собачку! Чтобы вся шерсть стала мокрой, бандита! На хосячьем языке это означает спасите меня! Вот вы рукой показываете, четыре пальца сжимаете, разжимаете, а мы языком это делаем! Спасите, помогите! Для купания сок у нас есть вот такая вот щеночка! Сначала мы наносим шампунь сюда! Чтобы был нормальный расход, небольшой! И начинаем намыливать! Себе свой чайник намыливали под мышки! А меня не надо! Да что же это за издевательство! Хаски нельзя купать! И не надо меня гладить! Я не няша, я грозный волк! Ха! Ну наконец-то все! Теперь моя хасяча месть! Капец, Пенсия! Ты меня забрызгал! Что за прикол? Флешка какая-то! И надпись с ошибками! Посмотри меня! Наверное, фанаты псов сняли какой-то видос для бандитов Улика, Коржика и Кирса! Ну что ж, пойдем посмотрим! Парни, прикиньте, я тут в почтовом ящике какую-то флешку нашел! И записку! На ней написано, посмотри меня! Слушай, младший человек, это вообще-то крипово! Я бы на твоем месте ее не смотрел! Да, мы буквально вчера с Кексом смотрели японский ужастик! Только там старая видеокассета была с такой же надписью! Да, я чуть не укакался! Чего? Это значит чуть? Да ты кучу огромное навалял от страха! И сам ее же убирал! А, вот почему в квартире воняют! Теперь понятно! Хе-хе-хе! Да вы запарили меня троллить! Я бесстрашный черный лис! Я ужас, летящий на крыльях ночи! Я твой счет за отопление, как в Европе, будучи зимой! Я Коржикекс! Ладно, ладно, я пошутил! Но я бы на твоем месте не стал бы смотреть, что на этой флешке! Да, а вдруг там запрещенное видео? Ты про то, как кошаки целуются? Фу, мерзость какая! Да, младший человек, если ты на первых кадрах увидишь кошаков, сразу вырубай! Такое видео тебе еще рано смотреть! Хе-хе-хе-хе-хе! Да пошлите вместе посмотрим! Я думаю, это ваши фанаты для вас какой-то видос записали! Что-то по типу Дорогие бандиты, Бубли, Кекс и Коржик! Мы ваши фанаты! Мы вас очень любим! Вы самые крутые собаки в мире! А знаешь, почему мы самые крутые собаки в мире? Потому что мы очень коварные! А если мы коварные, значит подозрительные! На этой флешке есть обратный адрес того, кто нам ее прислал? Да нет, тут только вот эта записка и все! А вдруг это не флешка, а бомба? Ставишь ты ее в комп, а она как бабахнет! Бублик, хватит выдумывать глупости! Я ни разу не слышал о флешках, которые взрываются! Ты что, хочешь стать первым, кто это увидит? Я бы на твоем месте вызвал сюда спецназ и саперов! А вдруг эта флешка заражена какой-нибудь страшной болезнью? И мы все заболеем и окочуримся? Все может быть! Ведь это может быть флешка не от наших вкусненьких подписчиков, а от наших вонючих хейтеров! Капец! Коржик прав! Только вот наши вонючие хейтеры тоже могут быть нашими подписчиками, ты не подумал? А, ну да, точно! Короче, младший человек, а выкинь эту флешку, а лучше сожги! А вдруг там лежат биткоины? И мы все с вами станем сказочно богатыми! Умственные способности человеков становятся все хуже и хуже! Дааа! Ты что, реально думаешь, что тебе кто-то прислал биткоины на флешке? Ну все же может быть! Вдруг это не ваши фанаты, а фанатка Кул Китс прислала мне в подарок биткоины! Парни, вызывайте санитаров! У младшего человека поехала кукуха! Ой, парни, я пойду и сам посмотрю, что там такое! А вы, если вам не интересно, что на этой флешке, можете остаться здесь! Ну вот, я же говорил, я стану сказочно богат на флешке биткоины! Фу, хрень какая-то! Собаки были правы! Так, что-то я проголодался! Сейчас бы я с удовольствием бы съел огромного хот-дога! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так, тут ничего вкусного нет! Что бы съесть, что бы съесть! О, придумал! Кексик, иди сюда! О, ну и что, ты посмотрел видос, младший человек? Ну что, биткоины там были? Да нет, там какой-то спам дурацкий, ничего интересного! Ну понятно, тогда давай играться! Конечно, давай! Какой у меня хороший кексик! Такой он вкусненький! Да! О, кексик, а давай я тебя на ручки возьму! Я не пойму, младший человек, из чего эти коржачьи нежности? А потому что, Кексяндор, я тебя так люблю, так люблю, что хочу съесть! А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а! Я не пойму, че тут у нас происходит? Чего кекс орал, как будто его кто-то сожрал? Если честно, я не знаю, чего он так орал. причем так что у меня лучше заложила так и понял а сам текст где-то вот же он будешь младший человек сожрал текста и обгладывает его кости сожрать собак сожрать собак сожрать собак и чё тут у вас происходит бублик только что орал как резанный и кстати где бублик и кекс они там где и должны быть ничего не понял а почему тут так воняет паленой шерстью а наверное это я что-то с мясом не так сделал его поставил в духовку и наверное неправильную температуру поставил я конечно дико извиняюсь на почему у тебя из духовки торчит поводок бублика ну потому что он сам туда залезать не хотел и мне пришлось применить поводок ой младший человек не смешно ты сначала ума наберись а потом уже начинай пранковать у тебя пранки так себе на раз-два можно вычислить ага так мы тебе поверили что ты поставил жарить бублика в духовку ой ну ты знаешь пенсия вообще-то та косточка которую он сейчас обгладывает очень похоже на кость собаки породы корги волосатая сосиска хорош выдумывать я думаете два дебила с ним заодно и сейчас сидят у него в комнате и мерзко хихикают ну и где вы прячетесь а ну вылезайте вонючки бандит смотри там эта флешка в комбе торчит может давай посмотрим ну давай а вы кексы бублик вылезайте из-под дивана если вам тоже интересно ты видел в конце эту надпись сожри собак ты чё хочешь сказать что младший человек посмотрел этот видос и уже сожрал бублика и кекса вот именно а теперь я и вас сожру но предварительно приготовлю сожри собак сожри собак сожри собак Тимош, там у тебя на комбе какое-то странное видео, я его посмотрела. Кстати, а чем у нас так вкусно пахнет? А, так это я хаски готовлю. Бублик жарится в духовке, а бандита я жарю на сковородке. А где же крошек и кекс? Ой, мам, ну прости, я их случайно сырыми съел. Они такие аппетитные, но они же как сосиски, хоть и волосатые. Их можно было не варить. Ты хоть помыл перед тем, как съесть? Запомни, перед тем, как кушать полезных собачек, их надо обязательно помыть. Ну что, пойдем посмотрим, что ты там приготовил. Спасите и помогите, живого хаски жарят на сковородке. Это вопиющееся негодяйство! Капец, это что, был сон? Вот это мне кошмар приснился. Фух, ну надо же, капец! Попа в шерсти и хвостик ёлкой! Ём и хаски, снежные волки! Попа в шерсти и хвостик ёлкой! Ём и хаски, снежные волки! Попа в шерсти и хвостик ёлкой! Ём и хаски, снежные волки! Попа в шерсти и хвостик ёлкой! Ём и хаски, снежные волки!